Виктория Дмитриенко, единственный в этом году конкурсант на Славянском базаре, принимает участие в детском конкурсе, первый раз в свою жизнь. Бега, расскажи о себе немножко. Меня зовут Виктория Дмитриенко, я живу в Нарве, я занимаюсь вокалом, также учусь в музыкальной школе. Я играю на двух инструментах, на фортепиано и на гитаре. В свободное время я часто плетую из бисера и также очень люблю гулять с друзьями. Ну, я знаю, что ты помимо этого еще в 20 конкурсах участвовал. Последний конкурс на пульском базаре. Расскажи два слова, скажите, там даже что-то завоевало. Да, там участвовало очень много стран, 21 страна, лучшие певцы из всяких разных стран соревновались. Там я заняла первое место. Это детский конкурс? Да. А сколько тебе лет? Мне 14 лет. То есть у тебя в этом году последняя возможность принять участие в детском конкурсе? Елена Коломейцева. Я ее называю «Играющий тренер». То есть она у нас и поет, и еще воспитывает замечательно конкурсантов, которые вдруг огромное количество конкурсов. Елена, какое настроение у тебя с тем, что должно случиться, произойти? То есть твоя ученица Виктория должна принять участие. Мне кажется, достаточно престижно. Я скажу так, что настроение, конечно же, радость. Настроение – счастье. Настроение эйфории и настроение гордости, что в этом году мы смогли подготовить очень сложную, интересную, красивую, разнообразную программу. И, конечно же, мы едем с удовольствием на такой замечательный, масштабный конкурс. Это же счастье! Виктория, ты занимаешься у Елены Коломейцева в студии, которая называется «Пясуки». Мы все знают, что это означает, как переводится это слово и как давно была эта студия? «Пясуки» в переводе с эстонского языка означает «лазточка». «Лазточка» – это национальная экспедиция Эстонии. А в моей студии я занимаюсь, думаю, шестой год. Вы знаете, вы знаете, мы, наверное, очень жадные до конкурса, и поэтому нам оказалось мало одного. Поэтому мы едем в большой делегации, у нас едет 16 человек, и еще несколько представителей студии, это ученики, которые будут участвовать в конкурсе «Радуга над Витебском», который, скажем так, проходит каждый год в рамках славянского базара. Это будет и сам конкурс, фестиваль, и шествие, где будут идти представители разных стран, да, с флагами, с зарядом бодрости и энергии. То есть, да, мы вот еще участвуем в таком… Ну, все-таки основной пестижный, конечно, художник, на более-менее в этом году, в «Радуга над Витебеме», в 20-м. Что бы хотелось бы пожелать конкурсантке? Конкурсантке хотелось бы пожелать, знаете, как я всегда говорю, пояс с настроением, с эйфорией, радостью и счастью, и тогда все сложится. То есть, максимально люби себя. Если ты будешь любить себя во время исполнения, значит, публика получит эту любовь от тебя однозначно, соответственно, члены жюри, и, соответственно, должно все сложиться. Ну что, хотим пожелать тебе удачи, успеха, самое главное – не волноваться, если себя достойно и достойно выступить. Все остальное – это любовь. Спасибо.